Несмотря на перемирие, линия фронта от Мариуполя до Донецка пылает. За минувшие сутки один украинский военный погиб, двое ранены. В штабе АТО зафиксировали более 40 обстрелов со стороны российских наёмников. Под огнём боевиков оказались не только позиции украинской армии, но и жилые кварталы. Этот частный сектор Марьинки уже третий год под огнём российских наёмников. Большинство жителей отсюда уже давно выехали, а те, кто остался, на перестрелке научились не обращать внимания. После ночного боя эта улица без света. Под утро сюда прилетели несколько гранат из вражеских РПГ. Нелли Александровне бежать некуда, а жить под обстрелами нет сил. Надеялась, хоть к Пасхе бои утихнут. Вчера они сдолбанули, думали, что сердце остановится. Как перемирие? Вы что? Хлопца ранило. Просто для нас, для людей, дайте нам отдыхнуть. Не то, что солдаты там бьются. Дайте нам хоть трошечку почувствовать, что воно перемирие. И что дать хоть одну ночь спокойно поспать. Но в Марьинке покоя нет ни днём, ни ночью. После оглашения перемирия с дальнего террикона работает вражеский снайпер. Он уже наделал бед, говорит Максим. На позициях есть раненые. Боец более чем уверен. Стрелок не местный. Там все подряд стоят, честно говоря. И наёмники, и россияне. Как бы регулярная армия их российская есть. Были такие моменты, что видели. Расстояние до противника на некоторых участках Марьинской обороны не превышает и 100 метров. Улицы простреливаются, поэтому от позиции к позиции наши воины вынуждены перебегать. На любое движение боевики открывают огонь. Менеджер из Харькова и волонтёр Алексей в армию пришёл с пятой волной мобилизации. И остался. Говорит, такого горячего перемирия он ещё не видел. До перемирия было тихо. Сейчас, ну, не знаю, наверное, заехали кадровые, потому что тактика изменилась. Наши военные открывают огонь только в случае явной угрозы для жизни. Но ситуация на линии фронта может измениться в любую минуту. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Владимир Балахов. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Субтитры подогнал «Симон»!